Ребят, а перед началом видеоролика хотел бы вам посоветовать сайт WhatHub, на котором есть куча различных бонусов. Куча кейсов, где за 55 рублей ты можешь выиграть 50ТП прототип, Шкоду Т27, Льва и многие другие премтанки. Обязательно заходи с моим промокодом ссылочка плюс 10 к пополнению. Сейчас там проходит вообще Combat Pass Event, где ты можешь выиграть очень ценные призы. Вот, обязательно в них участвуй, также там боевой пропуск. Появился маркет, где те призы, которые тебе не понравились, ты продаешь и покупаешь что-то другое. Обязательно заходи, выиграю и забирай свои призы. Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про одну из самых классических машин нашей игры. В принципе, та машина, которая и олицетворяет на самом деле отчасти танки, или хотя бы одна из тех машин, которая является такими яркими представителями. И танк, наверное, который знают многие, и у него есть определенно своя фан-ваза, и есть те, которые этот танк не любят, в принципе, эту ветку всей душой. Это у нас танк Maus. Огромнейший гигант, самый тяжелый танк, в принципе, в игре. Наверное, наравне с Тай-5 Heavy, но я думаю, Maus все равно будет потяжелее. Танк просто с колоссальным количеством прочности. Танк, который в определенные моменты боя может перевернуть игру абсолютно уж точно. И этот танк, как никто другой, может показать бывалому игроку, что такое танкование. Настоящее танкование броней. Поэтому как раз-таки с брони мы и начнем, потому что это отдельная просто большая часть, которая должна рассказываться о данном танке, потому что здесь есть очень-очень много всего разного. Во-первых, да, все знают, как бы, чем танкует данный танк, да, и есть вот, в принципе, с лба пару зон, куда можно и нужно пробивать. Естественно, это нижний броней, с которым 200 мм, многим это, в принципе, и не снилось. Ну и как бы так, вроде бы окей, пробивается все, но зачастую Maus вот таким образом становится, и уже становится гораздо сложнее. Но в любом случае, все, кто видят Maus, зачастую это какие-то средние, там, тяжелые танки, переходят на голду, и, естественно, ну, бронепробитие, как бы, там, гораздо больше, чем здесь приведенка, и, соответственно, туда данный танк пробивается. Но у нас есть такая штука, как ВБР, и снаряды летят вверх, снаряды летают в гусеницы, снаряды еще куда-то летят, и поэтому, как бы, ну, все прекрасно понимают, если Maus спрятал нижний бронейлист, отвернул свою башню, вот, приблизительно вот таким вот образом, конечно, играть против него тяжеловато, потому что тогда здесь и приведенка становится космическая. Многие, кстати, я сейчас танк расположу вот так, многие, кстати, когда видят Maus, а пытаются ему кинуть вот сюда вниз, думаю, здесь то, что самая слабая, как бы, часть брони, вообще, самая слабая, это вот здесь, вот, центрально, поэтому, если и кидаете, если видите Maus против себя, даже если он доворачивает, старайтесь кидать не вниз, а именно в центр, не вверх, а именно в центр, вот, в центре самая слабая, как бы, самая уязвимая часть Maus, поэтому, конечно, когда он располагается вот таким вот образом против вас, здесь, как бы, довольно тяжело, потому что 210 миллиметров, это все рикошетит, ну, и сюда, соответственно, тоже космические миллиметры. Также те игроки, которые видят Maus, зачастую дописают ошибку, когда он стоит бортом, все пытаются, вот, чему-то в башню кидать, думая, то, что здесь наибольшая, ну, как бы, вероятность его пробить, но, на самом деле, здесь, наоборот, гораздо больше миллиметров, чем в том же корпусе, и разница, как бы, ну, порядка 40-50 миллиметров ощущается. Конечно, да, если вы ниже стрельните, понятно, но если танк будет стоять, допустим, под таким углом, да, у него борта космические 185, но посмотрите, что здесь, и посмотрите 210 миллиметров у башни, ну, и вы можете предположить то, что в башне не нужно стрелять, поэтому, если видите Maus, самое главное правило, знаете, во-первых, стреляйте в корпус, даже, как бы он ее не доворачивал, да, если башня будет, конечно, располагаться каким-нибудь вот таким образом, то, понятное дело, что сюда гораздо будет проще пробить, чем сюда, но если башня располагается, в принципе, да, ну, симметрично, там, условно говоря, корпусу, да, под такими же углами, естественно, стреляйте в корпус. И второе правило, стрелять в центр щек, это самое главное, что нужно знать, ну, а сзади то же самое, да, в башню такое себе, стреляйте, как бы, вот сюда, поэтому это самое главное, ну, а самое главное правило танкования на Maus, это вот так, и это расположение орудия, вот, приблизительно, как-то, вот так вот стоять по отношению к врагу. Ничего сложного, прятать бронелист верхний, да, и свою башню постоянно доворачивать. Вот, приблизительно, вот при такой схеме, Maus, конечно, отлично танкует, раньше фугасами на ура разбирали, сейчас, как бы, фугасы понерфили, и танк может танковать отменно. Поэтому это большой плюс, броня здесь действительно есть, но у нас есть такая штука противоядия против всех бронированных машин, это в виде голды, а ранее это в виде каких-либо различных, там, фугасов. Что касается, в принципе, самой ветки в целом, то, ну, не знаю, за что здесь можно зацепиться, Тигр-П на седьмом уровне, в принципе, неплохо, да, особенно, когда попадает в топе, своей бронёй он там может довольно неплохо показывать, плюс там пушка, в принципе, с хорошим ранепробитием, что-то там в районе 240, ну, и, в принципе, сам по себе комфортно, хотя альфа-страйк небольшой. Тот же ВК-3001П, в принципе, на своём уровне он тоже смотрится довольно неплохо, там и бронепробитие у него нормальное, и, как бы, всё. Что касается восьмёрки, девятки, десятки, но вот здесь уже, конечно, как бы, вы сами думаете, ВК-1001П, танк абсолютно на любителя, есть те, кто любят все вот эти танки восьмого уровня с велосипедом, ВК-168, 01П, потом Мауш-Бёрхер вот этот и ВК-1001П. В принципе, вот ягоды одного и того же там посада, условно говоря, да, то есть в одном и том же поле, скажем так, они росли, вот, но немножко где-то там чуть по-разному, поэтому тут на любителя. Ну, мой скин, да, это уже действительно такой похожий прототип, но в чём, скажем так, большая, вот, огромнейшая просто проблема Мойськина, которую не стоит, да, оценивать, это его кумбашинка. Конечно, если Маус уж может довернуть свою башню, да, и пытаться как-то ещё танковать, то у Мойськина есть кумбашинка, которая пробивает. Как бы танк не был высок, но его всё равно туда выцеливают. Что у нас здесь из преимуществ? Во-первых, это, что касается оборудования и полевой модернизации, да, то здесь, конечно, очень сложно. На самом деле, вот, куча всяких разных штук здесь есть. Да, понятное дело, что я посоветовал обязательно её прокачать, и в особенности прокачать отстройку параллакса и звукоизоляцию, потому что в звукоизоляции забирается минус 3 от обзора, что не так критично у нас обзоры без того хорошие, но при этом, как бы, минус 10 от времени оглушения, а Тапа нам очень любит бить, это прямо вот 100%, и минус 15 от времени дополнительного оглушения, то есть это обязательно, меньше будете под станом встать, это плюс. Отстройка параллакса то же самое, у нас, как бы, время сведения и так хорошее, ну, а так вы точности делаете с 0.31 на 0.32, с 0.32 на 0.31, это хорошо. Всё остальное, честно, вот ставите дополнительную шумоизоляцию, вроде бы и 15, да, минус 15 от фугасов, там, от тарана, ну, тарана, мне страшно. От времени оглушения к защите, там, плюс 20 к защите экипажа от ранения, но при этом минус 5 от скорости поворота ходовой, и, во-вторых, минус 20 скорости вперёд. И вот ты думаешь, а стоит ли потом вот это мне с максималочкой 18 кататься или не стоит? Плюс вы ещё и поворачиваться медленно будете. При этом ты поставишь на плюс 2, но при этом, как бы, арта будет и фугас, и всё остальное. Поэтому такое себе. И, в принципе, все остальные, вот честно, я вот вам советую прокачать 4 и 5. Что касается дальше что-то там прокачивать, ну, только, естественно, вы постоянно бонус будете получать. Вот и всё. Что касается оборудования, танк, да, опять-таки, собирается максимально по-разному. Кто как хочет, его так и собирает. В моём случае это боновая закалка. Обязательно в первый слот досылатель с огневой мощью, да, для этого полевая модернизация прокачивается, и вентиль. Тогда у вас получается при полевой модернизации боновом вентиле 3550 хп. Что невероятно много, что в 2 раза больше, чем у многих восьмёрок. Это, ну, просто сумасшедшее количество хп. Вот, и играть с этим, конечно, приятнее, где-то можно под размен. При этом мы обладаем хорошей точностью 0.34, временем сведения. Стабилизация у нас пушка никак там не будет сильно расширяться, даже если вы сюда ничего не поставите, потому что, ну, максималка, как бы, такая маленькая, и танк, считай, ну, практически не едет. Поэтому без чего бы там орудию разбрасываться. Вот, при этом АДПМ в районе 3К, и обзор, как бы, вентиль чуть разгоняет, и всё-всё-всё-всё остальное. Поэтому я их катаю вот с такой сборкой, мне так данный танк однозначно заходит, нравится и кайфов. Доп-пайок также советую, потому что Маус, ну, я сколько играл, он у меня ни разу не горел, возможно, когда я против него играл, что-то там баки, но такого вот, честно, не припомню. Поэтому с доп-пайком смело. Ну, и в инструкции оставлю рациональную боевую кладку, как бы, и катается с этим хорошо. У нас хорошая броня 3550 хп, вроде бы пушка, да, что по пушке, 490 альфы, никого этим не удивишь, да, бронебойно пробивает 246, что мало, но при этом данный снаряд, кстати, что ещё не забыл сказать, он летает медленно 920, но при этом он хорошо пробивает. Как бы не было парадоксально, что маленькое бронепробитие, но пушка, расположение орудия у танка высоко, но зачастую все противники, которые против вас, они находятся ниже, поэтому пробивать их гораздо проще, особенно если где-то в клинче, то это прямо одно удовольствие. Вот голдовый снаряд неплохой, 311 пробивает, да, это не сверх рекорд, но пойдёт, 1150 летает, стоит недорого и как бы можно с этим играть. Ну, фугас 65, 630 как бы, может быть, на любителя использовать. То есть орудие, в принципе, хорошее, единственное, да, конечно, бронепробитие чуть бы подтянуть ему, и было бы, наверное, вообще шикарно, но разработчики этого не делают. Пушка у нас опускается на минус 8 градусов, это просто превосходно, плюс ещё по кругу. Для такой огромной махины пушка на 8 градусов, это, ну, вообще шикарно. Да, это не 10, да, танк высокий, силуэт большой, но представьте то, что он и так-то неудобен для того, чтобы его пробивать, а на любителях это и тому как бы ещё сложнее его будет. Поэтому в этом плане он как бы играется хорошо. Всё, вот, вот, всё как бы, да, там, понятное дело, что маскировки нету, понятное дело, что он огромен там. Броня, всё, самый главный косяк, конечно, этой машины кроется в мобильности. Как бы то ни было, если с точки зрения логики смотреть, всё понятно. Огромный танк, он весит более 200 тонн, да, это предельная масса машин. Куча, я не знаю, там, куча снарядов, да, там, огромный экипаж, да, по сути, для такого-то танка. Хотя в игре, как бы, не принято такое, да, вот, допустим, взять того же Мауса, сколько, ну, там, 5-6 у него перков, вот, и взять какую-то ЛТшку, у которых плюс-минус, ну, тоже может быть то же самое, да, и вот взять Т-92 американскую, маленькая такая ЛТшечка, и всё, и чё там, как бы, с неё есть. А там 4 члена экипажа, здесь танк, который больше, я не знаю, это 92, раз 5-6 членов экипажа. Ну, как бы, вот, странно, конечно, в игре это не предусмотрено, с другой стороны, ну, это так, чисто придирка. В итоге, к чему я склоняюсь? К тому, что, как бы мы логически не рассуждали, да, всё остальное, но Безьян — это мобильность. И в этом кроется его, скажем так, большая участь, потому что из-за такой большой брони ты не расплачиваешься каким-то там ужасным орудием. Нет, орудие вполне себе комфортное, хорошее немецкое орудие, на котором классно играть. Броня, ну, все говорят, ой, да я Маус, и там, да брони нету, я его голдой. Ну, окей, играй тогда на каком-то другом танке картоном. Если уже у Мауса нет брони, то у кого-то, да. Ну, я третий, наверное, ещё может претендовать на волю самой бронированной машины. В любом случае, Маус, как бы, для своего уровня, да, бронирован хорошо, но что-то против голды сделаешь. Вот, броня здесь и так космическая. Вот. Самый, конечно, косяк — это 20 вперёд, 15 назад, и уделка 9 и 23. И в этом плане, не то чтобы даже это плохо, возможно, где-то эта мобильность и хороша, в том плане, что ты где-то ошибок можешь раньше не совершить, всё с тольдой. Бои-то у нас сейчас какие стали? Турбовые, очень быстрые. И вот успеть накидать на медленной машине — это довольно тяжело. Да, вы можете мне там про И-3 сказать. У И-3 хороший Альфа-Страйк 750. И ты когда подъезжаешь, да, на И-3 две тычки дал, у тебя полторы тысячи, а здесь две тычки дал, и у тебя 900-1000. И это, конечно, удручает. И в этом плане, конечно, тяжело настреливать на Маусе именно тем, потому что ты не успеваешь подъехать. А когда успеваешь, то получается как зачастую бывает? Ты либо успеваешь, да, вы там хорошо, окей, воюйте, либо ты успеваешь, что-то там подсасуешь, да, там остаётся какие-то гроши, либо ты успеваешь, но твоих союзников сливают, и, соответственно, тебя потом полтой, то есть толпой съедают. Итого получается три варианта развития событий. Один удачен, два неудачен. Я уже не говорю про открытые карты по типу Малиновки, по типу Вестфилда, когда попадается арта. Это, конечно, вообще кошмар. Ты никуда не спрячешься. Да, прекрасно играть на Берлинах, на Химмельсдорфах, на Энсках, где нету арты, где действительно танкование, где ты можешь себя проявить, то есть на городских, действительно хороших городских карт. На том же Минске и всё остальном. Но что касается открытых карт, Заполярье и всё остальное, так сложно Маусу, когда его могут объехать, когда его могут пересветить, засветить, а светится он как новогодняя ёлка. В этом у сложность. Но в любом случае, как бы то ни было, я считаю то, что данный танк должен быть абсолютно у всех в ангаре. Подходит он под разные события, ну и вообще танк легендарный. Действительно легендарнейшая машина, которая точно уж должна у всех быть. Наравне с ИСом-7, там с Е-50, с Объектом-140, эти танки просто должны быть, потому что, ну это действительно, ну как бы, такая вот старая легенда. Сказать, что она сейчас унылая, посредственная, которая вообще, в принципе, ничего не может на 10 уровне сделать, но это не так. Нагнуть на нём можно, но для этого должны, скажем так, сойти звёзды. Ну и куча любителей Мауса есть, даже есть кланы отдельные, которые посвящены и этому танку. Ну и можете взять глобальную карту, на которых ребята выкатывают чисто на Маусах, это тоже как бы не в новинку, ни для кого. В общем, ребят, вот так. Всем большое спасибо, обязательно подписываемся на мой канал, приходим на стримы, пишем свои комментарии, и до новых встреч. Пока-пока.